Приветствую вас, ну, исходя из того, что вы пишете, я полагаю, что это кризис в ваших отношениях, с одной стороны, в отношениях с мужем, с другой стороны, это его собственный личностный кризис, который обеспечивает тот факт, что человек врет. То есть, вот, если мы говорим о том, к примеру, почему люди врут, да, вообще, то врут люди, как правило, из чувства стыда, вот, то есть, чувства непринятия себя, чувства непринятия самого себя, то есть, человек не может принять себя таким, вот, какой он вообще есть, у него это сделать не получается, и отсюда вранил. Соответственно, если человек себя не принимает таким, как он есть, то в этом случае можно говорить о том, что имеет место быть, и определенное подавление своих желаний, своих чувств, своих переживаний, опять же, вот, что, в свою очередь, приводит к тому, что получаются такие вот вспышки. вспышки. То есть, вспышки такой вот, ну, не совсем, да, здоровые активности. Будем честны. И, соответственно, если эта нездоровая активность имеет место быть, то это повод для вас обратить на это внимание, но не в контексте того, например, что он вас оскорбляет, это поведение, а в контексте того, что человек свои проблемы какие-то пытается решить таким образом. То есть, он находится в противоречиях, которые в нем, которые у него, и они эти самые противоречия не позволяют им двигаться дальше. Такая вот история, вместе с тем, вы пишите, что у меня пропало доверие к мужу, и, соответственно, пропажа доверия к мужу связана в первую очередь с тем, что вы ответственность за свое равновесие, за свое благополучие, за свое спокойствие вы переносите эту ответственность на человека. То есть, вы как бы говорите ему, что это ты, это ты отвечаешь за то, чтобы я была спокойна. Не я, а ты. И в этом, наверное, точнее, это, наверное, является ключевой моментом данной ситуации. То есть, именно поэтому вы к человеку доверие потеряли, потому что на него перекладывают ответ, за свое спокойствие. То есть, вы не можете решить для себя, что именно вы будете делать. Вы не можете для себя решить, как именно вы будете поступать, и что именно вы, куда именно вы будете двигаться. Ну, куда вы будете двигаться. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому здесь, ну, здесь исключительно такая история, здесь исключительно такой момент. И мне, соответственно, представляется, что решать его нужно, культивируя доверие к себе. То есть, культивируя то, что вы, например, ну, к примеру, да, прислушивайтесь к себе. То есть, вот, культивируя именно доверие своим чувствам, доверие своим эмоциям. Вот. Вот это необходимо. Понимаете? Какая штука. Какая история. То есть, в этом направлении вам нужно двигаться, чтобы не мужчина отвечал за то, как вы себя там ведете, что вы делаете и прочее, прочее. Чтобы не мужчина отвечал, а вы. Чтобы вы отвечали за свои собственные действия. Дальше. В браке 5 лет знакомы. Не очень понятно. Вместе 8 лет. Восемь. Не очень понятно, сколько знакомы, сколько в браке, сколько вместе. Не все. А, наш браке 5, вместе, вот. Ну, окей. Три года встречалась. Пацан возмулет, даже в мелоч cave пьет постоянно. Аrial. Ну хорошо, постоянно пьет. Ам... Как вы к этому относитесь? Там ещё, ну, как вы говорите, бьёт постоянно. Вот это же... Я не думаю, что это началось вот, там, вчера, да? Вот. Это началось, скорее всего, раньше. Сильно, сильно, много раньше. Вот. И вы, вы это терпели. Почему? Ну вот, почему терпели? Надеялись на что-то или как. Дальше. Месяц назад была такая неприятная ситуация. Мы с мужем ребёнком гуляли, он выпущен подошёл, подошёл к знакомому, возле них крестковникам у неизвестной барызины, интерстальный, прошёл тот главный номер телефона. Я догадался об этом очень хорошо, но после этого нет доверия вообще. То есть как-то вас это задело, видимо. И как начали, начали ругаться, после этой ситуации мне говорили, что дура, зачем нам не нужно. А какая ваша ответственность в ссоре, Светлана? Вот именно вы ругаетесь? Какой целью? Именно вы ругаетесь? Для чего? Вот здесь я бы рекомендовал вам выделить свои личные ответственности в ссоре. первое и почитать про психологическую игру, психологическую игру, скандал, например, вторую. А что это было? Как мне быть теперь? Что бы что? Я очень надеюсь, что вы не ответили, но ответили, только я не уверен, что это то, чего вы хотите. Я не уверен, что на данный момент это то, вот действительно то, в чём вынуждает. Я не думаю, что у вас поставлен вопрос, я не думаю, что у вас поставлен запрос адекватно. Вот. Я думаю, что вам нужно прийти к этому, к тому, чтобы сформировать запрос. Вот. Пока у вас его не сформировано. То есть разобраться в себе, поисследовать себя и сформулировать запрос. И уже после этого смотреть куда, в какую сторону вы хотите двигаться и что хотите, что хотите делать. Вот. Примерно так, я думаю, можно вам ответить. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.